Семена укропа Укроп обладает массополезными свойствами, за что и получило широкое распространение в народной медицине. Оно является седатативным, тонизирующим, антиоксидантом, спазмолическим, обезболивающим, сосудорасширяющим, секреторным, противопаразитным, мочегонным, слабительным, противораковым и общеукрепляющим. Укроп используется для улучшения центральной нервной системы, а также для устранения симптомов стресса и усталости. Также на основе укропа делают успокаивающие лекарства, которые направлены на нервную систему, помогают при психических расстройствах и бессоннице. Также укроп используется для профилактики лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Семена укропа также эффективны при артериальном давлении, то есть именно его снижении, а также для укрепления стенок сосудов и их расширения. Используется укропное семя для лечения болезней пищеварительного тракта, применяя при гастрите с пониженной кислотностью желудка. Семена укропа способствует выработке соляной кислоты, улучшает аппетит, улучшает процесс пищеварения, устраняет метеоризм. Также укроп используется для лечения печени и поджелудочной железы. Укроп также помогает выводить из организма шлаки и токсины, эффективно оказывает лечение при заболевании паразитами, также является противовоспалительным и помогает при функционных заболеваниях. Также считается, что семена укропа уничтожают или разрушают раковые клетки, а также повышают и улучшают общий иммунитет человека. Применяют при стрессах, неврозах, бессонницах, головных болях, простудных заболеваниях, при бронхите, при повышенном артериальном давлении, аритмии, синеркардия, также при проблемах сосудов головного мозга или атеросклероз, также гиапацидный гастрит, тисцит, панкреатит и т.д. Несмотря на полезные свойства укропа, конечно нужно их использовать осторожно, с благоразумием, с пониманием, что вы делаете. Средства на основе укропа могут нанести вред гипотоникам в виде резкого снижения артериального давления, а также упадка сил и даже обморков. Поэтому прежде чем применять все на основе укропа, вот эти советы, которые я вам дам, сначала проконсультируйтесь с врачом или у специалиста. В состав укропного семя входит огромное количество полезных веществ, такие как алиноевая кислота, линолевая кислота, пальмитиновая кислота, эфирные масла, витамин А, витамин группы В, С, селиен, марганец, цинк, а также железо, медь, магний, фосфор, калий и кальций и т.д. На настое семян укропа делают отвары в настое в виде как бы чаев. Вот я вам представлю несколько рецептов, которые эффективны при определенных заболеваниях. Так как семена укропа являются сосудорасширяющими и оказывают мичегонное действие, для этого нужно будет приготовить следующий состав. Нам понадобится семена укропа 1 чайная ложка и копяченая вода 1,5 стакана или 300 мл. Заливаем семена укропа копятком, закрываем крышкой, накрываем полотенцем и наставим в течение 2 часов. После этого процеживаем и принимаем по 100 мл 3 раза в день. Для мужчин очень полезно тоже пить семена укропа, потому что помогают при таких болезнях или способствуют их излечению, как например простатит. А также для общего укрепления здоровья. Для этого нам понадобится семена укропа 200 грамм, также измельченный корень валерьяны 35 грамм, 400 мл мёда и чуть больше чем 1,5 л воды кипяченой воды. Как приготовить? Для этого выложите ингредиенты в термос и залейте вот этой горячей кипяченой водой. Заметьте, не то что когда вода уже вскипела, начала вот, скажем, булькать и сразу её залить. Именно снять, например, чайник или отключить электрический чайник и дать им буквально минутку постоять, чтобы немножко температура слегка упала. И после этого заливаем вот эти все вышеназванные ингредиенты. Наставим 24 часа, принимаем по 15 мл средства перед едой. То есть это можно сказать 3-4 раза в день. Следующий рецепт, который поможет при борьбе с паразитами. Семена укропа не только уничтожает паразитов, но и помогает вывести последствия после уничтожения этих паразитов. Для этого нам понадобится 1 столовая ложка семян укроп и стакан капитка. Заливаем семена горячей водой, наставим 30 минут и принимаем по полстакана 3 раза в день. Длительность приема до тех пор, пока не избавитесь от глистов. Также семена укропа эффективны при тисците. Так как семена укропа обладают противовоспалительными и мочегонными свойствами, поэтому на этом основе сделаем следующее лекарство. Измельченные семена укропа берем 5 грамм или чайная ложка и стакан капитка. Заливаем в стакан капитка эту чайную ложку укропа, но есть одно но. Прежде чем залить, сначала укропные семена нужно будет измельчить. После этого накрываем банку крышкой, накрываем полотенцем и наставим в течение часа. Как принимать? Выпиваем сразу этот стакан с укропом за час до еды. Далее применяем укроп от запоров, которые, к сожалению, присутствуют в нашем современном мире. Дело в том, что укропное семя улучшает пищеварение, повышает перистальтику кишечника и облегчает выведение продуктов жизнедеятельности из организма. В общем, при запорах делаем следующее. Берем семена укропа, это 1 столовая ложка, и также нам понадобится 1 стакан капитка. Заливаем семена укропа капитком, ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Провариваем в течение 15 минут, после чего этот отвар остужаем и принимаем по половине стакана перед каждым приемом пищи. Примерно за 20-30 минут до приема пищи. Курс лечения может длиться до 3 недель. Также этот рецепт очень эффективен и для похудения. У кого есть проблема с панкреатитом, делается следующее средство. Дело в том, что укропные семя способствуют оттоку желчи, а также устраняют воспаление и купируют боль. Для этого необходимо съедать перед каждым приемом пищи по 3 грамма измельченных в порошок семян и запивая по стакану воды. А тех, у кого есть проблема недержания мочи, укропные семя, несмотря на то, что обладают мочегонным действием, также применяются для этой цели. Дело в том, что семена укропа устраняют раздражение стенок мочевого пузыря и способствуют выработке или наоборот остановке секреции биологически активных веществ, которые влияют на мочевой пузырь. Для этого мы сделаем следующий рецепт. Нам нужна будет 1 столовая ложка семян укропа, который заливается стаканом капитка и наставится в течение двух часов под полотенцем. Далее, утром выпиваем весь стакан этой укропной воды. Длительность курса примерно 10 дней. После чего делаем перерыв 10 дней и затем опять повторяем курс. Семена укропа также разрешено принимать в период беременности, но особой осторожностью и только после консультации с врачом. Прежде чем вообще использовать какие-либо лекарственные растения, какие-либо травы, обязательно нужно ознакомиться с противопоказаниями. В период вынашивания ребенка укропное семя используется для нормализации сна, а также устранения отеков и улучшения общего состояния организма. Семена укроп помогают избавиться от запоров, метеоризма. Для этого нам понадобится 1 столовая ложка семян укропа, который мы заливаем 250 мл капитка и наставим 30 минут. После чего процеживаем и в течение дня выпиваем этот стакан. Многие уже слышали, что семена укропа принимают или дают новорожденным, особенно когда у них есть проблемы с коликами. Ниже мы представили рецепт. Для этого нам понадобится 1 чайная ложка семян укропа и стакан капитка. Далее заливаем укроп стаканом капитка и настаиваем в течение одного часа. После чего процеживаем, даем остыть этому отвару до температуры тела, это 36 градусов. И даем малышу по 1 чайной ложке 3-6 раз в день перед кормлением. И перед использованием обязательно проконсультируйте сначала с врачом. И будьте аккуратны с дозировкой. Для начала, например, можете дать ребенку чайную ложку в день и посмотреть, как он себя будет чувствовать. Если никаких аллергических реакций нет, ребенок будет себя чувствовать хорошо, тогда, скажем, еще дайте ему чайную ложку. То есть смотрите, как ребенок себя чувствует. Вообще это касается как взрослых, так и детей. То есть всегда применяйте сначала небольшую дозу, немножко. И смотрите, как это действует на вас, на ваше здоровье. Если ничего плохого не происходит, то продолжайте лечение. Ну и общие противопоказания это, конечно, индивидуальная непереносимость. Это гастрит с повышенной кислотностью желудка. Это низкая свертываемость крови. Потому что укроп, он, как бы, скажем, улучшает текучесть крови и пониженное давление. Также на основе укропа делают масляный экстракт, который является противовоспалительным. Применяется для лечения проблем с суставами и заживлениями небольших ран. Также препараты хорошо стимулируют работу кишечника, помогают при неврозах. Для этого понадобится нам полстакана укропного семени, который нужно измельчить. Натуральное, не рафинированное растительное масло полулитра. Эти ингредиенты между собой смешиваем, наливаем или складываем в темную банку, закрываем и ставим в темное прохладное место. Спустя 10 дней лекарство будет готово. Его можно не процеживать, можно процеживать, это как вы хотите. Как применяется, если у вас, например, какие-либо раны, на теле порезы, даже укусы. Берете вот такой вот состав готовый и наносите его на тело, именно на эти раны. Также применяется вовнутрь, то есть достаточно до еды, по чайной ложке этого состава. Для улучшения пищеварения и вообще на улучшение жизнедеятельности человека. Также еще один, конечно, рецептов очень много, но мне хочется еще один рецепт вам рассказать. Это для этого понадобится 1 столовая ложка укропа измельченного, 1 стакан кипяченого молока. Все это смешивается и употребляется при болезнях, таких как или заражении паразитами. То есть такая смесь именно с молоком эффективно помогает бороться с паразитами. А на этом все. Будьте здоровы и до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok